Баночки, если чистые и сухие, их можно снова не стерилизовать. То есть я их еще недели-две назад или три простерилизовала. И они вот так вот у меня лежали. Они чистые. Когда мы будем сюда ставить кипящую аджику, то больше ничего не нужно. Не нужно стерилизовать снова банки или крышки. Вот прямо так и закатать. То есть вы можете заранее готовить себе банки, помыть их, просушить. Ну и я над мультиваркой еще все-таки паром проходила. Но вот так они у меня стояли две недели. И это нормально. Ничего не будет с ними. Заново их стерилизовать не нужно. Яблоки, помытые перцы, помидоры и острый перец. То есть остается еще чеснок. Это я буду чистить в конце, потому что чеснок добавляется за 5 минут до кончания. Иначе он, ну, можно и раньше, но лучше за 5 минут до окончания, чтобы он сохранил свой здат. Почистить морковку я еще это не сделала. Я сделаю и покажу вам. Морковка почищена. Теперь ее вот на терке осталось натереть. Чем я сейчас буду заниматься? На вот этой крупной терке. Вот на вот этой вот. Видите, морковка уже у меня измельченная. Теперь мне надо очистить яблоки от кожуры. И тоже их натереть на терке. Яблоки желательно брать кисло-сладкие. Ну, а потом я возьму ножом вот это вырежу. Вытяну серединку и очищу перец от нее. Чтобы у меня остался только чистый перец. Яблоки я натерла. Еще раз. Это морковка. Это помидоры уже порезала. И вот здесь вот этот почищенный тоже. Семена убрала. Перец. И вот этот перец уже тоже почищенный. Я его буду резать на кусочки и измельчать. Мне сейчас осталось измельчить вот этот перец и вот эти помидоры. Вот эти овощи, перец и помидоры. Вот в таком измельчителе для смузи Мулинекс. Мулинекс. Смотрите, я открываю просто крышечку. И в нем не получается измельчать морковку или там яблоки. А вот такие овощи измельчить можно. Смотрите, я просто прикрываю. В нем удобно измельчать вот. КОНЕЦ вот так я делаю помидоры просто чтобы попить беру хорошую микаду измельчаю делаю стакан такого сока то есть удобно сейчас вот таким образом я измельчу перец в перемешку с помидорами буду его смешивать я порезала перец кусочками вот этот а на дно бросаю помидоры потому что они более жидкие больше чем когда сюда попадает жидкость то оно остальные овощи измельчает быстро эта штука для смузи мельченый перец болгарский томаты и острый перец вот такой микс получился теперь так как я готовлю двойную порцию я в описании дам на одну порцию количество ингредиентов но так как я готовлю двойную порцию то это все не поместится ни в одной кастрюле потому что я еще добавлю яблоки и морковь значит я должна разделить это поровну и я это буду делать вот с помощью обычного половника я буду один сюда один вот сюда и таким образом я сделаю поровну и яблоки с морковкой тоже поровну в каждую кастрюльку все у меня будет поровну дальше покажу вам что будет дальше я половину порции поставила в кастрюле на 1 час я ее оставлю 1 час кипеть за это время я должна почистить чеснок почистить и измельчить и половину чеснока за пять минут до готовности добавить сюда а половину во вторую порцию которая будет тоже ждать своего часа порция которая ожидает здесь смешанные уже все овощи измельченные только нету чеснока вот это аджика нам очень нравится потому что она очень ароматная и вкусная получается и она очень вкусная из такой дает изысканный запах когда готовишь пиццу намазать тесто именно вот этой смесью очень классно также его можно добавлять в борщ и просто на хлеб мазать то есть кетчуп я не покупаю в магазине чеснок при помощи чеснодавки и добавить его к общей массе чтобы она пять минут покипела после этого можно закручивать в банке чеснок измельченный это уксус это сахар это рафинированное масло и это соль соль надо четверть стакана а это все по стаканчику у меня стаканчики чуть-чуть как бы я на глаз примерно чтобы это был как граненый стакан все сейчас я добавлю это в массу перемешаю и она пять минут покипит я вам покажу как закатывать для этого нам нужны крышки и нам нужен закаточный ключ сегодня когда я покупала яблоки я купила 20 килограмм яблок а я приехала я с велосипедом и в общем парень продавал не нашей национальности он так посмотрел и говорит это невозможно это возможно сейчас увидишь мы насыпали полную сумку у меня такая сумка крепкая многоразовая и я зацепила одну ручку за руль другую за вторую ручку руля и сама сумка осталась на раме и я покатила этот велосипед очень легко у него были вот такие глаза ну сейчас я вам еще покажу как закатывать уже эти консервы может быть к нас смотрят новички кто не знает я оставлю камеру вот так чтобы было видно мои руки потому что нужно видеть как я это делаю не мое лицо именно саму консервацию значит смотрим пока у нас кастрюля на самом маленьком огне я буду с нее ставить вот так банку подготовленную она чистая сухая банка я раньше их стерилизовала просто ставлю вот так на тарелку и я буду паломником набирать горячую аджику и сразу тут закатывать сейчас увидите значит паломник будет вот этот паломник на тарелке для того чтобы не разлить себе на руки или чтобы горячее не пролилось на что-то еще я это делаю на тарелке если кому-то неудобно можете делать как вам удобно я показываю как я делаю потому что когда наливаешь паломником в банку все равно что-то разливается вы видите немножко вот разлилось вот сразу я не стерилизую крышки я беру прямо вот новые потому что это аджика горячая банка сухая чистая и ее можно закатывать так придать придавливаем рукой чуть-чуть сверху и по часовой стрелке закатываем до упора когда упрется ключ вот дальше включите не хочет я его чуть-чуть потолкнула вперед-назад 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 и теперь я его раскручиваю я раскрутила ключ я его сняла иногда когда очень сильно закрутишь он может заклеить тут надо просто стилу приложить и раскрутить обратно все вот у нас одна банка готова я ее беру и переворачиваю вверх дном на полотенце здесь пока так потом я их укутаю я свет когда их закручу я закрою их сверху полотенцами или там кто чем хочет закрывают и они так должны стоять один два три дня пока они не остынут до такого состояния что их можно будет трогать они будут еле теплые тогда их надо вывернуть перевернуть крышкой вверх и отнести куда-нибудь прохладное место ну так сейчас я буду закатывать все остальные крышки банки вот еще одна банка я ее набираю вот вот я ее набрал полное все это все лишнее я ставлю сверху крышку вот и закатываем то есть вы видите что я до верху до самого верху но даже если например какая-то банка там в конце не хватит вот столько можно закатать и так но такие банки которые не хватает до верху я открываю в первую очередь так вот так вот так у меня получилось 11 баночек сейчас еще вторую порцию вот это все я сейчас укутаю полотенцем сверху надо обязательно накрыть полотенцем маленькими одеялками кто чем может это все надо вот так со всех сторон накрыть и чтобы эти банки остывали медленно вот так вот у меня еще вторая порция есть это я уже третий раз делаю такую закатку потому что уже два раза я делала получается это третий раз это 11 и следующая тоже должна быть это 10 11 12 баночки все я заканчу с аджикой почему я так много и закатываю потому что у меня уже варенье перестали есть не любят аджика идет ко всему такая вот вещь нам очень нравится и на бутерброд и вообще к пицце к борщу я ее ставлю как в борщ добавляю потому что она острый очень подходит в красный ну в общем вот так вот может кому-то для чего-то другого понадобится я советую делать потому что здесь есть все овощи и перец и морковка и помидор и она все-таки натуральная здесь я положила только масло уксус и сахар ну конечно тут сейчас любители подискутировать могут сказать что сахар сейчас плохого качества масло плохого качества ну покупайте масло хорошего качества вы можете купить масло холодного отжима вы можете купить бурый сахар он тоже продается через интернет можно купить чтобы не есть ядовитый отбеленный химии я уже в этот раз так купила в следующий раз тоже буду покупать бурый и масло холодного отжима я буду уже заканчиваться этими химическими продуктами на которых которые они нам продают в общем вот такие баночки сейчас заукутаю полотенцем и вот так делается аджика хлопотно да ну хватает на весь год но я же говорю я делаю два-три раза я ее закатываю в двойной порции на одну порцию я оставлю описание под видео количество ингредиентов все всем удачи с закатками до свидания показать вот так я закрываю эти банки полотенцем можно еще больше их укутать на два дня так оставлю все теперь выключаюсь